Так получилось, я родился в Калуге, а мне выбора не было, я потому что в доме родился там Циолковского 1, где жил Циолковский. И осталась жить семья, моя бабушка жила, дочка Циолковского, и мама моя жила, внучка Циолковского. Циолковский родился в 1857 году, и ровно почти через 100 лет полетел первый спутник. Это, видимо, так высший разум решил, что на 100-летие надо такое сделать событие. В 1857 году приезжал Королев и помогал в 100-летие Циолковского, он ценил, потому что это был для него учитель, он там, Циолковский написал около 600 научных работ, а Королев учился по этим работам, как лучше летать в космос и как строить космическую технику. Ну, я, конечно, врать не буду, я его и не видел, потому что для 7-летнего мальчика, 6-летнего, какой-то человек ходит в костюме, конечно, никто не запомнил, он, конечно, заходил в семью, но какие-то много всякие дяденьки заходили, что-то говорили. Вот, я запомнил только одно, он сказал, ну, семья Циолковского, он сказал, что мы скоро идею продолжим Циолковского, и вот у нас 17 сентября 1857 года родился Циолковский, и он только сказал, ну, моим родителям, вы знаете, в семье, ну, там, не только дядя был, и говорят, вот, я открою вам страшную тайну государственную, говорить об этом нельзя, скоро мы опередим американцев, но это тайна, они начали не нас опередят, мы запустим первые спутни. И я вот две недели ходил, но хотелось рассказать, как у вас, вы знаете, страшную тайну, и надо рассказать, и так вот хотелось рассказать, ну, прям, и когда полетел 4 октября, то есть 17 сентября 4, говорят, там, совсем малый срок, протерпел, и вдруг этот спутник полетел, все это, ура-ура, вот, и вот, я говорю, я знал, там, ходил, что теперь мог говорить об этом, вот, и в 61-м году полетел Гагарин, все знают, да, что у нас там, в итоге, в 1961-м году полетел Гагарин, 108 минут летал вокруг Земли, и он сразу, традиция хорошая заложил, приезжать в Калугу, ну, в Калугу, в семью, Циолковская, рассказывать о итогах полета. Он приехал, ну, там бабушки не здоровилось, там он не смог приехать, он приехал потом через 3 года, и подарил уже книжку свою, с дарственной надписью, и, в общем, до сих пор она мне это хранится, и, в общем-то, зашел, там, к бабушке, там, мамы, все там сидели, все, рассказывал, как он летал, все это новое было, то есть, это у нас сейчас, вот, космонавт, это обыкновенный человек, тем более, я всю жизнь работаю в отряде космонавтов, все друзья, поэтому для меня они как-то вот, ну, как бы, это моя работа, поэтому ничего. А тогда это было вообще так удивительно, небожитель с земли, там, откулетал-то куда-то, к вову какому-то, вернулся, и прилетел, и, значит, пошел, еще мне по злове позладил, говорит, вот еще один, этот, у нас будет, придет к нам в отряд мальчик-космонавт, как вот я вам говорю, приходите к нам в космонавты, ну, я с дуру поверил, он всем говорит, а я, думаю, ушел там, борьбой, заниматься спортом, значит, в банк, вступить, чтобы пойти в КБ, потом в космонавты, ну, в космонавту там не получилось стать, ну, а в отряд я продолжал работать, и поэтому, вот, Гагарин, вот, я его и видел, и, ну, конечно, и очень такой улыбчивый, а потом стали приезжать Титов, Николаев, и первые космонавты, они по этой традиции приезжали в семьяборец, на этом всем, на этих космонавтах, которые, и поэтому, естественно, когда стал, окончил радиотехнический факультет Баунского, МВТУ имени Бауна, и перешел работать в КБ по радиосистеме, и до сих пор тут работаю. Циолковский, это какая-то удивительная личность, вот, мы, как бы, все люди такие, со всеми своими, там, пороками, а этот какой-то был удивительный человек, ну, начнем с того, что он в школе не учился, вот, так получилось, что он, когда пошел в школу, он катался зимой на реке, и простудился, а в лох у него, эй, уши стали болеть, а в лох, и он плохо слышал, и поэтому, ему, когда говорили, не было слуховых аппаратов, ничего не было, и он не слышал, что говорят, ну, и пришлось ему учиться по книгах, но это и, с одной стороны, и плохо, а с другой стороны, хорошо, потому что, у нас, как бы, в школе мы учим, заучиваем много всего, вот, этого он тоже предлагаю взять на вооружение, мы там же шипиши через И, там, запомним, стихотворение такое, вот, я до сих пор чуден дне при ясной погоде, помню, и вот все эти теоремы, все эти, вот, биографии, мы заучиваем очень много, а он вынужден был сам, теоремы сам выводить, ему это понравилось, он там все книги перечитал, и чем оно удивительно, вот, представьте себе, вот, вы там живете у себя, он жил в Кирове, в Вятке такой, вот, и поехал, поехал в Москву сам, 16 лет, ну, вот, тогда ни денег у него не было, то есть, отец вам присылал, ну, там относительно деньги, вот, он питался в день на 3 копейки, но это покупал хлеб и хлеб и воду, и ел только хлеб и воду, там, естественно, никаких дискотек, никаких у него, и он чем занимался, он 3 года ходил в библиотеку, такая у нас есть, Ленинка, Румянская она называлась, и он ходил и читал классическую литературу, там, Чехова, Тургенева, Толстого, изучал физику, математику, диверсиальные исчисления, в общем, и за 3 года он так тратил на опыты деньги, и так все это высоко, как он пишет, что отец вынужден его забрать, иначе он совсем бы, вот, с голоду умер, может быть, поэтому его отец забрал, но он прочитал очень массу книг, а большие знания и плюс хорошие мозги позволили ему, вот, он стать вот таким великим ученым, то есть я еще раз хочу сказать, вот, труд он дает, вот, может быть, вы такие умные, вот, а если вы не будете трудиться, не читать, не изучать что-то, то это пользы не принесет, и вот он, овладев этими знаниями, легко сдал экзамен в Рязани, там до сих пор есть эта аудитория, название учителя математики и физики, поэтому он получил аттестат, хотя вот в школе не учился, такой получился самоучка, и стал работать учителем, его направили сначала в Калужскую область, в Борожье такое, он там женился, дети у него там появились, и потом, как хороший учитель, его перевзлил в областной центр в Калугу, и всю жизнь там, не всю жизнь, а второй половину жизни, жил и преподавал в Калуге, ну, и там умер, там семья осталась, а родился он, как я говорил, 17 сентября, в под Рязани есть тело Ижевское, то есть он вот не из какого-то крупного города, он просто в селе Ижевском родился, отец был лесничий, у него мать была домохозяйкой, он занимался, вот и просто рост, там таким тоже был озорник, там все это вот. Я во второй половине жизни, он стал жить с семьей, уже женой, с семьей, стал жить в Калуге, и вот писал работы. Основная профессия его была, конечно, учитель физики, математики, и он преподавал в женском археальном училище для девочек, и, в общем-то, всем нравилось, потому что он сам мастерил, то воздушный шар делает, поставить свечку, пускает, показывает, поддирижабль какой-то, и, в общем, у него там на уроках что-то там взорвалось, летало, и, в общем, он там, и, в общем, всем нравилось, и, а двоек он не ставил, и когда он так расстраивался, когда кто-то ученица плохо отвечал, он говорит, ой, скажу, ничего не знаю, что там, и ученица сама, чувствуясь, совесть у всех есть, на следующий день приходил, я все выучила, я рассказывал, и, в общем, вот такой метод там у него был обучения, ну, и... это основная работа, а в свободное это работа время он, конечно, тратил на всякие... ту науку, которую никто не знает, вот вы придумаете какую-то науку, которую никто не знает, космонавтика, тогда только вот в то время братья Райты, знаете, вот только делали свой самолет, чтобы взлететь, а он уже думал о космонавтиках, о звездах, о полетах, о другими мирами, о внеземном разуме, и вот этим вопросом занимался. Написал он 600 работ, как я говорил, и только 200 у него посвящены вот космонавтике. Все знают, Толковский это вот самоболожник, тот, кто придумал космонавтику. Ну, он как бы расписал все эти, ракетные поезда, вот многоступенчатые ракеты, и как шлюзовые камеры, вот мы тут недавно книжку издали, как устроены шлюзовые камеры, как космосы, знаете, вот там надо сделать отдельное помещение, зайти туда, дверь закрыть, там воздух откачать, вакуум, потом тут дверь открыть и выйти вот туда. Мы в этой книжке как раз и попытались сделать рисунки, как Сиолковский рисовал, вот, кто видит, потом посмотрите, вот, шлюзовые камеры, скафандры, как, то есть он тогда уже как бы видел это все, и рисовал, и скафандры, и все, и как человек находится, летает в космосе, и как, если он оторвался от станции, от корабля, как ему вернуться назад, надо вещи отбрасывать, чтобы была реактивная сила, чтобы отсталкивание, чтобы он назад вернулся. Ну и вот такие вот рисунки, его, он делал эти рисунки для того, первый фильм космический создавался, космический рейс, и он написал альбом и дал кинорежиссеру, чтобы сделали фильм. Такие рисунки сохранились, они вот как бы, как будто он все видел, вот, несмотря на то, что его не понимали. И, конечно, еще что вам советую, вот, упорство, вот, вы что-то пытаетесь сделать, у вас ничего не получается, все. Вот Солковского так же, мало того, что он, у него пожар был, два наводнения, потом у них не было, у него же не было компьютера, и он писал карандашом на бумаге, потом через копирку все это делал, это руки все пропадали, размножить, множе техники не было, и там вот музей Солковского в Калуге, я там приезжаю когда-то с учеными, астронавтами, космонавтами, говорю, вот, посмотрите, вот, интернета не было у него никакого. А они, да, да, плохо, как же он там мог придумать такую космонавтику. Видите, книг по космонавтике не было никаких. Да, да, плохо, говорит. Ну, он говорил, видеофильмов тоже никаких не было. Да. Говорит, да. Я говорю, вот, смотрите, даже электричества не было. То есть он жил в то время, когда не было даже никакого электричества, у него была одна керосинная лампа, которую он двигал из комнаты, чтобы освещать отдельные места комнаты, и вот, и у него все время вот рукописи пропадали, пожары сгорели. Там посылает он ученым, большим светилам, в Академию наук своей работы, а те ему отвечают, что это глупость, пишут, потому что это нет такой науки космонавтики, пишут просто о какой-то ерунде, по которой нет такой науки, поэтому это лженаука, и, значит, возвращают ему непонимание. И вы все это начинаете добиваться, и у вас начинается, кроме и такое непонимание в научной среде, и непонимание, и плюс бытовые такие проблемы. Там и дети голодают, и дети умирали у него от голода. И, в общем-то, жизнь была тяжелой, и жалованием, хоть он был хороший учитель, но семья большая, но у него была очень хорошая жена. Вот, Роин, хорошая жена, которая его понимала. Ну, то есть, представляете, вот муж пишет о какой-то неизвестной науке, которую никто не отрицает, тратит деньги на какие-то опыты, что-то там клеит, мастерит, посылает свои работы, сидит, ну, и, в общем-то, семье мало помогает, уходит, у него там дом был, два этажа, он, значит, отделялся от бытового, закрывал крышку такую, и уходил, как бы, в космос, и там писал. Ну, и, понятное дело, если какой-то муж эти деньги пропивает, или куда-то, ну, не знаю, тратит на что-то, на какое-то учение. А тут тратит непонятно на что, но она вот все понимала, что это он нужное дело делает, его всячески поддерживал, все заботы взяла о детях, о готовке, все на себя, и поэтому вот, ну, по нашей семейной легенде, что не было такой жены, не было и ученого Циолковского, как ученый. И возвращаясь теперь к его работам. Я уже сказал, что основная его идея была, вот высказывание есть у него, это сделать человеческий счастливым. Вот представьте, простой какой-то человек из какой-то там села Ижеского думает, чтобы человечество лучше жило, и не просто оно жило так, материально лучше, а чтобы оно еще было счастливым. И он считал, что выход человека в космическое пространство, это и рождение вот там, это сделать человека более счастливым, что эти люди, которые будут жить уже за пределами Земли, они будут более счастливыми. То есть они будут более умные, а он считал, что более умный человек, он и более счастливый, он более добрый, более понятливый. И вот по этой теории он, ну, в общем-то, многие поддерживают, и я в том числе, что действительно, чем умнее человек, тем он более добрый, более счастливый. И вообще, вот мы говорим, мы великая космическая страна, страна, это другая страна, американцы, ее маска, вот. А на самом деле, вот я говорю, возьмите тетрадку в клеточку, проведите окружность, 13 клеточек, вот эта окружность. Это будет, как бы, земной шар. Какой диагноз земного шара, знаете? Около 12 клеточек. Ну, 13 клеточек, вот, 13 клеточек, я всегда говорю. Отложите вот 13 клеточек, это окружность будет земной шар. И одну треть клеточки всего, к нити вот повыше этой окружности, это будет там, где летает наша пилотеринка космонавтика, наши летают космонавты. Это всего там, по нашим понятиям, чуть-чуть выше горы, ну, чуть выше самолета летают. Ну, даже вот эта деятельность, деятельность, которая мы тут на Земле, говорим, что мы в космосе, мы такие вот все желикие космонавты, ни с Венеры, ни с Марса, и дальше уже не видно. Это все равно, что на танкере идут, в большом танкере моряки, то, что космонавты на станции летают, станция маленькая, все, а вообще, как бы считается, выход в космос, это когда человечество действительно построит города там на Луне, где-нибудь на орбитах, и будут люди рождаться, и нового поколения, причем еще неизвестно, будут ли они рождаться такими же, или будут все-таки воздействия, космос довольно вредная среда, и облучение, вот у Миши был год в космосе, и там облучился сильно, и потом надо все умывать, это вот все, а это, в общем-то, враждебная среда, как и другие цивилизации, не всегда они какие-то добрые и хорошие. И вот у него одна треть работ была посвящена кто мы, зачем мы, вот такой космизм был, космическая философия, кто такой бог, кто бог для такого бога, ну, в общем, там это вам когда будет, лет через 50, вам, может быть, это интересно, книжку будет почитать, мы ее издали, «Щит научной веры» называется, «Научная вера» такая вот про неземные цивилизации, взаимнести вселенной, как эти цивилизации существуют, как с ними взаимодействовать, и очень, так вот, надо очень внимательно к этому подходить и знать, как устроена вселенная, она, там есть манизм у него, вселенная, что она однообразная, есть у него работы, неизвестные разумные силы, животные космоса, что такое душа, духи, кто такие, ну, в общем, он разбирает, и оставшаяся одна треть работа посвящена как устроить жить во вселенной и на земле, какие должны быть устроить сообщество на земле, кто должен быть, править землю, как это, кого избирать депутаты, как это парламент делать, это тоже, в общем, вам-то еще рано, наверное, вот, ну, вы в будущем в этот парламент можете входить, так вот, как отзывать депутаты, как выбирать, там, все, и как это делать, парламент, солнечной системы, потом, наше, млечные пути, и вот он разбирал все, до млечных путей, до, на большие расстояния, писал, развития человечества, ну, а так, наиболее его известны, популярны, это все, вот, космонавтика, и, он всегда говорил, что ракета для меня не самоцель, будет и другой способ проникновения в космос, прямую его, там, какой-то антигравитации, вот, вся, вся суть расселения человечества в Вселенной, для того, чтобы оно стало более счастливой, и он, вот, написал, вот, эту книгу на Луне, вот, у нас, американцы летали, на Луну, не верьте, кто говорит, что они не летали, потому что мы работаем в космической промышленности, все передавалось, с наших центров управления принимали, две страны только не транслировали, это, их полеты, и Китай, и Россия, вот, а все остальные знали, то есть, да, летали на Луну, да, летали, а в 69-м году, вот, эта книжка, она, на русско-английском языке, и, моя система, вот, которая связит, с которой вы, наверное, 9-го числа будете с интересным говорить, которую, вот, я разрабатывал, на санкционеры, здесь будете пользоваться, то, они приходят ко мне на занятия, я им дарю эту книжку, говорю, вот, книга написана в 1808 году, не когда вы на Луне были, а в 1887 году, и тогда, вот, Алковский писал, какой там грунт, ну, тяжесть какая на Луне, знаете, да? во сколько раз, во сколько раз, легче, легче, чем на Земле, во сколько раз, умничка, шесть раз легче, да, и атмосферы нет, вот, это замечательное место для космодрома, это не восточный космодром, а лететь три дня, лететь три дня, там атмосферы нет, значит, можно солнечные панели расстелить там до лучшей поверхности, электромагнитные ускорители сделать, звезды наблюдать, можно телескоп поставить, все видно, на Луне общих ходов, да, там, она не поворачивается обратной стороной, там, к нам, то есть, все, настроил телескоп, смотри, и ракету пускать хорошо, и расстеляться, потому что, там нет атмосферы, так что, тренинг не будет, тренинг не будет, и шесть раз легче запустить аппарат, то есть, там вот, на вот космодром, там отлично будет, это самое лучшее, вот вы, наверное, вот я вам предлагаю, там строить космодром, и тогда у вас, будет там все хорошо, или будете летать по всей вселенной, через Луну, американцы хоть были на Луне, но, все основные съемки, действительно, проводили в Голливуде, потому что, и флаг там не так был, ну, техника, несовершенная, Гагарин только в 61-м году, а они уже в 69-м полетели, уже, вот эти камеры, и там все это было, и пыль, и все это, трудно было все это, отснять, и вернуть, и там, и радиация, и все, поэтому у них фактически не осталось такого материала, и пришлось все снимать в Голливуде, поэтому, вы так, да, были на Луне, но все эти съемки, лунной поверхности, переходы, этих пылей, все это доснималось, к сожалению, и у нас доснималось, то есть поэтому так же вот происходило, на Луне люди были, и вот еще, еще будут, и надеюсь, что еще много, и теперь вот то, что часто спрашивают про инопланетный разум, да, вот вам, у меня это обычный, любимый вопрос, а встречались ли космонавты с этими, приходили к ним эти зеленые человечки, стучали ему в люки, они заходили к ним, там еще чай вместе пили, ну, в общем, тоже, вот то, что на Земле прилетали всякие там инопланетяне, и ходили, и это, тоже, вы не верьте, это все, конечно, вот, мы профессионалы космической техники, знаем, что это все придумано, то есть, ведь у нас какое пространство, трехмерное, да, а может быть, четырехмерное, пятимерное, шестимерное, да, и может быть, вот эти, такие же вот, цивилизация живет в шестимерном пространстве, и они как-то с трехмерным, как-то соприкасаются, как-то там взаимодействуют, и может быть, человека в голове появляются какие-то области, тарелок, всяких видений, кроме того, вот, мы же основа углерод, да, на углеродной основе расстроен, а есть на кремнии, какие-то цивилизации, еще какие-то, то есть, они существуют среди нас, но и в то же время, мы не взаимодействуем, теперь вот, все говорят, почему, если инопланетяне такие выше нас, умные, почему они не пройдут к нам, и не увеличат пенсию, пенсионерам, сделают так, чтобы нам, пенсионеры, лучше, вот, тех, меня, чтобы мы, это, не гроши получали, а хорошие деньги, ну, дело в том, что, я уже говорил, что мы в космос-то вышли, условно, на самом деле, мы еще не вышли в космос, и нашу деятельность не видно, мы такие же, вот, как я всегда привожу пример, у нас на земле есть цивилизации, ну, две хорошие цивилизации, это пчелы, там матка есть, там охранники есть, там, те собирают, разведчики, как-то они говорят, они прилетают, все, ну, они для нас букашки-пчелы, есть муравьи, тоже там прокладывают дорогу, строят там, что-то делают, запасы собирают, кладовщики есть, которые укладывают все это, но, мы на них относимся к ним, как букашкам, поэтому, нас не интересует, какая там партия правящая, там, Жириновский, Зюганов, или кто, это просто букашки, а хотя у них там целая цивилизация, так же и мы, так же и мы, вот для кого-то представляем себя таких же букашек, потому что у нас, как писал Циолковский, таких цивилизаций много, вот степень их, ну, как он был, степень чувствительности, она разная, то есть, у нас стоит точно так же градация есть, вот человек, животное, камень, нет, растение, камень, и там все, и они разные, обладают плотностью вот этого интеллекта, и поэтому деревьев тоже все, можно сказать, явно не подоносит, с рублю, такого я там положил, она подоносит, то есть, про животных я не говорю, там, вот, живет, умный очень, все понимает, животные тоже все понимают, над человеком тоже есть еще выше, и так выше, и выше, поскольку такое понятие бесконечности, поэтому бесконечность плотности, оно бесконечно, ну, а почему к нам не общаются с нами такие же подобные, потому что техника, конечно, очень слабая, и не те у нас двигатели, не те у нас средства передвижения, не так мы летаем, чтобы она в другом млечном пути, и лететь расстояние, они там не долетят, то есть, может быть, там, знаете, как вот прошивание пространства, как вот свернут этот рулон, чтобы лететь, надо бы по всем пройти, а можно просто его проткнуть, и вот оказаться там, а высшие цивилизации, которые выше, они нас не считают за цивилизацией, как букашки, а над ними еще выше, поэтому вот такой контакт, он только косвенно проявляется, как какой-то вот, может, где-то в сознании человека, но такого вот, чтобы реально прилетел, тарелка вот и привезла чего-то, ну, я вам тоже не верь тем, то есть, еще вот пока нет такого техники. Может, смогут ли люди лететь в космос на примерно 3-4 года? Могут, почему? Могут, почему? Могут, почему? Могут, почему? Там полететь, вот я говорю, мы летаем на 4-4 километра, не очень удобно, потому что атмосфера еще есть, и все время приходится орбиту поднимать, а выше подниматься, лучше бы выше, где-нибудь там, 600 километров, не поднимать орбит, но там радиационные поля, там человек получает радиацию, и не выживет, поэтому, вот новые станции, которые планируем сделать, она высокошелородная, должна летать под большим углом, но она будет, космонавт там не сможет долго быть, они на 2-2 суток летают, то есть на 2-2 недели, 2 месяца летают, возвращают в следующий день, чтобы радиация, там, понятно, хорошо, да. А почему вы не хотите на Марс? Ну, Марс, я вообще считаю, это, как бы, не очень хорошая идея, Луна, 3 дня лететь, там, там все хорошо, все, и полей скопаемых, и вода есть, все, а Марс, она какая-то такая, ну, во-первых, лететь почти год, потом, это надо, противостояние было, чтобы короткое расстояние, там год, и обратно год, и эти поля преодолевать, реализационные, это такая, это такое, надо корабль делать, это надо одежду, целый вклад вести, чтобы, если, там надо большой экипаж, чтобы люди были, и повар, и по стирочной, и еще кто-то, и специалист по, звукоуправления, какой-то там, если чего, починить, там сигнал где, 22 минуты, в одну сторону, если авария какая-то, не спроешь в суд, что делать, надо принимать решение, то есть, там получает человек, 10, а им кушать надо, а начать еды, а там здорово, мужики, которые крепкие, им надо кушать много, еще надо вести с собой, еды, это, кроме этого корабля, надо еще с тобой, огромный склад вести, а смысл, и там условия не очень хорошие, я считаю, самое лучшее, но не, а дальше просто путешествовать, не залетая, там, сувенера, атмосфера, кислота, это тоже не очень для человека, вам, кстати, вот, говоря о высшем граде, вам все время, каждый день, дается выбор, что поесть, что одеть, что, это, какую, не уже говоря, какой-нибудь этот выбор, какой это выбор, что, поэтому, вам, вам это, и надо правильно выбирать, вот, то есть, у вас, но, возможно, можете выбрать, вот, вы чувствуете, и выбирайте, нужное направление, крылья, а человек сможет сделать, на космическом корабле, искусственную гранитацию, да, вот, в целом, даже, одной, десятой, части, чтобы, уже, организм чувствовал, то есть, это, взять, просто, корабль, станцию, с первой, такой, то есть, кольцом, кольцом сделать, и, завращать, его, по центру, летают корабли, и там дальше, по кордам, расходятся, эти коридоры, и тогда человек, ему легче, он тогда ходит, уже, можно сделать, бороться, как, поставить, эти магнитные ботинки, чтобы ходить, поле палку, сейчас, но это не очень, это, как бы, вроде, закрепляется, вот, а так, вот, это, наверное, вот, Толковский, даже, этих, крутил, всяких, тараканов, смотрел, цыплят, как они выносят, эту тяжесть, и, все они, перенос, хорошо, а там, достаточно, 0,10, червя нашей земной, то есть, какой, как, как у нас это, знаете, 0,1 G, да, понимаете, это получается, фактически, вот эти, фильмах, когда, вот эти, космические корабли, с кольцами, это, фактически, как-то, научно можно, да, а вот, ладно, вот, я, уже, пора закончить, все-таки, скажите, какие есть, космические скорости, и сколько их, первое, первое, второе, космос, первое, вот, вот, правильно, матч, первое, чтобы выйти из атмосферы, и второе, чтобы, не, первое, чтобы вокруг, вращаться, первое, чтобы, третье, второе, оторваться, третье, чтобы и солнцем система, ну, там, и четвертое, и пятое, там, есть, но, это, там, теоретическая рука, все, какие умные, все, одарим, прям, приятно с вами, общаться. АПЛОДИСМЕНТЫ И ты, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ